Новые отбойники, которые скоро должны быть установлены на российских автотрассах, испытали в Дмитровском районе Подмосковья. Образцы сделаны из более мягкого, но одновременно гибкого и прочного материала. Такие отбойники не ломаются даже при ДТП с участием автобуса, заполненного людьми, что повышает шансы выйти из аварии без травм. На краш-тестах побывала моя коллега Дарья Городского. Это не кадры смертельного ДТП, а испытания на прочность. Специалисты проводят этот тест с помощью тяжелой автотехники, вроде этого автобуса. Машина весом 15 тонн на скорости 67 км в час въехала в отбойник и не перевернулась. Тест пройден. Все потери, помятый бок и оторванный бампер. Но если бы отбойник подвел, автобус собирали бы по кускам. Конечно, встреча с транспортом не прошла для ограждения бесследно. Местами он сильно погнулся. Но такая картина только для неискушенного зрителя. Специалисты уверяют, это хороший показатель. Здесь применили стойку, гнутую, собственно, производства. Более мягкое это ограждение, то есть последствия аварии, возможность выжить повышается. Отбойник на современной трассе, попытка избавить автомобили от страшной опасности, лобового столкновения. Одно из самых страшных ДТП, которые происходят на российских дорогах, связано со встречкой. Это когда два встречных потока не разделены никакими барьерами. Собственно говоря, барьерное ограждение предусмотрено как раз именно для того, чтобы минимизировать те аварии, которые происходят на полосе встречного движения. Правда, иногда сами несут угрозу. Новостные ленты пестрят ДТП, в которых роковую роль сыграло ограждение. По некоторым данным, половина дорожных ограждений морально устарели по требованиям безопасности. Всего в России якобы необходимо заменить отбойники на 3000 километрах автодорог. Слишком твердый материал использован в них. Так, у 40-летнего автомобилиста из Зеленограда, который влетел в отбойник на федеральной трассе, не было шанса на жизнь, когда часть ограждения буквально прошила насквозь салон его авто. Но не стоит все сваливать на производителей автодорожных бордюров. Так, майские праздники омрачила новость о жуткой аварии в центре столицы. Водитель иномарки, проезжая по Садовому кольцу, не справился с управлением. Мужчина погиб на месте. Двоих пассажиров госпитализировали с серьезными травмами. Тесты же для проверки отбойников на качество разработаны с учетом соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения водителям. Угол наезда транспортного средства при испытаниях был подобран как наиболее типичный и прописан в регламентирующих документах. То есть нормативных это ГОСТы и технический регламент. То есть наиболее часто в реальной жизни мы как раз столкновение транспортного средства с дорожным ограждением происходит под углом порядка 15-20 градусов. Вполне возможно, что оно бы не выдержало испытания, если бы это происходило с большей скоростью. Поэтому, если автомобилист на высокой скорости совершает опасные маневры, никакие ограждения ему не помогут. Даже самые проверенные. Дарья Городского, Вадим Савин и Степан Никулин. Вести, дежурная часть.